Вот даже не знаю как охарактеризовать эту новость, хорошая или наоборот, судите сами. 79-летняя пенсионерка Людмила Сикорская получила наконец вид на жительство в Российской Федерации. Уроженка Ленинграда, пережившая блокаду, переехала много лет назад в Украину по семейным обстоятельствам. Сейчас захотела вернуться на родину пять раз. Женщине отказывали в миграционной службе, уже журналисты вмешались, МВД подключили, итог с шестого раза и только вид на жительство. Я офигеваю, просто все сформировалось у меня точка зрения. Мы направо и налево раздаем гражданство иностранным артистам, которые тупо не хотят платить налоги у себя дома. А женщина, пережившая блокаду для нашего государства мусор, над ней издеваются просто. Зато меньше, чем через полтора месяца мы опять будем кудахтать про бессмертный полк. Про то, что не забудем тот подвиг шуты Гороховой с шутовской идеологией. Вот оно, наше хваленое величие, хотя правильнее будет сказать двуличие. Наверное, начинаем. Некоторое время назад, помните, рассказывал вам об одной птицефабрике под Курском, которую обанкротили, а всю птицу уничтожили варварским методом. Видео, которое вы увидите дальше, прислали мне уже из Ростова-на-Дону, снято на одной из производственных площадок компании Евродом. Дата публикации сентябрь 2018. Впечатлительных прошу не смотреть, хотя считаю, что такое должно предаваться огласке. Если хотите услышать мое мнение, это скотство. Я считаю, что эти люди моральные уроды, и меня оно пугает на самом деле, потому что таких вот скотов в нашей стране с каждым днем становится все больше. Ты решил самоутвердиться за счет тех, кто слабее, кто сдачи тебе дать не может. Вот что хотели эти нелюди показать данным видео. Те индюшки их как-то обидели, согласен. Птицу все равно однажды пустили бы под нож, но это не значит, что необходимо прибегать к иммерзительной расправе над живыми существами просто так, хотя меня печалит не это. Я даже больше чем уверен, половина молодых людей, которые посмотрят данную программу сегодня, завтра, послезавтра, не поймут, почему я возмущаюсь. Они видят подобную жестокость каждый день. Это мы в СССР, читая Тургеневское ММУ, в школе плакали, а нынче общество потребителей в России создают. Ненависть становится нормой. Включите любой центральный канал в будний день. Там транслируют скандалити-шоу, в которых незнакомые друг с другом люди орут друг на друга, оскорбляют, хамят из-за чего. А просто во взглядах разошлись потому, что, когда заканчиваются аргументы, в ход идет вариант в морду. И это никого не напрягает. Средь бела дня в открытом эфире идет пропаганда озлобленности, неуважения к человеку, загнивающие американцы. Например, даже рестлинг в позднее вечернее время показывают, чтобы дети не смотрели. Хотя всем давно известно, рестлинг это просто шоу. А попробуйте на YouTube или Facebook залить видео какой-нибудь драки. Тут же на возрастное ограничение налетите. Это вот загнивающие пиндосы так делают. А в Духовной России депутаты Госдумы закон об оскорблении представителей власти в Рунете принимают. Вот он, корень злата, где отыскался. Ага. Потом удивляемся, почему это подросток взял ружье и пошел в школу расстреливать сверстников. Да потому что программу мою посмотрел, в которой я назвал чиновников-бездельников бездельниками, наверное. Поэтому да и скоты эти из компании Евродом тоже, вероятно, либералы по убеждениям вот и беспределят. Это реальная журналистика. Новости из дурдома снова с вами. Поехали. Давненько не поднимали подобные темы в подмосковный Ногинск. Предлагаю переместиться. Я долгое время жил в этом городе. Второе его название – Богородск. Вот только история, которую хочу вам поведать. Совсем не похожа на богоугодную. Ну, до чего тянуть-то? Сами смотрите и слушайте. Здравствуйте. Мы многодетная семья Ревко. Нас 9 человек. Младшему исполнилось месяц вчера. Нашу многодетную семью выселяют на улицу, в никуда. Нам пришло письмо от судебных приставов. Нам дали 7 дней на добровольное исполнение. Съезжать нам некуда. Получается, что в 2015 году у нас сгорел дом. И мы купили этот недостроенный дом у застройщиков. Эта история началась в 2015 году, когда Иван и Елена Левко, пережившие пожар, купили в Ногинске земельный участок с недостроенным домом. Ну, на что денег хватило. Тем более, там условия договора были заманчивые. Продавец согласился на рассрочку. В общем, жили люди, нету жили. Потихонечку обустраивались, что-то там доделывали, дорассчитывались, пока однажды не появился тот самый продавец, дешен его фамилия, и не сообщил, что остаток денежных средств по договору купли-продажи около 300 тысяч рублей необходимо внести срочно. У Левко такой суммы на руках не оказалось. И тогда они предложили кредитору рассчитаться посредством материнского капитала. Ударили по рукам, но тут возникла маленькая проблема. Поскольку средства по программе материнский капитал выделяются государством, их использование обязательно должно быть отражено в договоре. То-се, договор решено было переделать. Вернее, старый аннулировали, новый составили. А совсем скоро граждане Левко узнали, какую ошибку совершили. Дешен пошел с новой бумагой в суд. Наплел там, что никаких денег от покупателей не получал, и вообще передумал дом продавать. Теперь семья бомжи, по сути. Оказалось, что договор, который они заключили, признан недействительным. Деньги, которые они заплатили за дом, им не возвращены до настоящего момента. Но решение суда о выселении всей многодетной семьи уже вступило в силу и отдано приставам для принудительной реализации. В настоящий момент им дали несколько дней для освобождения дома. На все вопросы, куда мы поедем и где наши деньги, чтобы хотя бы что-то купить для проживания, ответов нет. Все наши попытки отсрочить исполнение решения о выселении до хотя бы выплаты денег, также оказываются и безуспешными. Судов было много. Несколько раз прокуратура Ногинска протестовала решение Фемиды, но Дешен снова шел в суд. Снова подавал иски, снова суд выносил решение в его пользу. В ходе разбирательств выяснилось, что истец в Ногинском городском суде гость частый и все дела как под копирку. Таких участков по городу у человека я продюшина энное количество. Действует в большинстве случаев одинаково, покупает землю. Возводит на ней коробку, ищет таких вот доверчивых людей, а дальше заверните мне мое обратное и до свидания. В результате ни дома у покупателя, ни денег найти правду в том Ногинске невозможно. В принципе, жалобы возвращаются назад, с резолюции разобраться на месте и так по кругу. Вот подпись Дешена, это передаточный акт от 9-го. Экспертиза сказала, что это не его подпись. Теперь это верхняя. Да, верхняя. Это не его, они сказали. А теперь вот это иск в суд. Ну, возражение на апелляционную жалобу и так далее. Это в суд. Это вот его подпись, который, ну, документ из суда пришел. А теперь найдите 10 отличий. Или одно хотя бы отличие вот между этим и этим. В последний раз судебные разбирательства и вовсе прошли по принципу «анекдотов нет». Левков в суд не вызвали. Решение судья принимал на основании каких-то копий документов. Непонятно откуда взявшихся, часть настоящих бумаг из дела вообще пропала. Подписи под теми копиями оказались поддельными или их там вообще нет. Зато решение есть. Бог знает уже какое по счету. И опять в пользу Дешена. Примечательно, что ни МВД, ни следственный комитет никак на этот случай не реагирует. Хотя сигнализировали потерпевшие много раз. И это, друзья, не какая-то кузяевка. До Москвы 40 километров от того Ногинска. Более того, в данном случае речь идет уже не только о семействе Левко. Там еще ведь и государственные деньги пропали. В этой сделке им всем все равно. Вот уж если в столице у нас суд басманный, то в Ногинске имени Дешена похоже. А сколько таких условных Дешенских судов по стране? Ну и под конец зритель на днях отчаявшийся написал. А есть ли, по-вашему, сегодня какой-то кандидат, который мог бы стать в будущем достойным президентом нашей страны и прекратил бы уже наконец тот беспредел? Я ему ответил, что не о президенте сейчас думать нужно. Человек спросил, а о чем? Я вам докладываю, потому что таких вопросов на самом деле много прилетает. Думать нужно о депутатах на местах. Да, о них. Никому незаметных муниципальных депутатах. Почему? Да потому что именно они сегодня принимают решение, кто станет кандидатом в президенты. Именно от них зависит, кого выберут мэром города. И вот когда появятся нормальные мэры, губернаторы не из числа прохвостов, проскочивших по спискам партии реальных дел, а для этого, повторюсь, нужно муниципальных депутатов, не марионеточных выбрать, когда такие политики помогут людям сформировать ответственную Госдуму и Совет Федерации только тогда. Придет время подумать о том, кто же станет следующим президентом страны. А у нас в РФ, вы знаете, всегда все через энное место. Мы еще предприятие не построили, даже фундамент не начали заливать для производственного помещения, а уже прикидываем, кто станет директором и считаем потенциальную прибыль. Так не бывает, господа. Хочешь трескать варенье в декабре, начни пахать землю в мае, как-то так. Это была реальная журналистика, спасибо, что выдержали. На моей страничке в Ютьюбе больше полезного и интересного. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже есть что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте с темы, предлагайте, поднимем и обсудим, а я за Сим спешу откланяться. Пока. Пока. Цените Бэтка, пацанский голосовой помощник, называется Анфиса. Вечер в хату, часик в радость. О, здорово. Здоровее, Виталий. Ты кто вообще по жизни? Я Анфиса, бродяга по жизни, голосовой помощник по мастеру. Могу вопросы порешать, по понятиям поясни, за погоду на районе рассказать, кинтам знакомым набрать.